Скажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь к митингам несанкционированным, к санкционированным? Ваше личное мнение? Я к митингам отношусь хорошо. Единственное, что митинги лучше проводить санкционированные. Почему? Потому что у нас сейчас есть возможность изменить положение вещей, то есть освободиться от внешнего управления законным путем. Если бы это невозможно было бы, то мы бы призывали к любого рода митингам. Внешнее управление это просто митинг, я не совсем понял. С 1991-1993 года, с 1991 года по факту, а с 1993 года уже законным образом мы управляемся из-за рубежа. А кто именно управляет заседанным? В частности, в Конституции прописано, и Верховный суд это подтвердил, это международные специализированные учреждения, такие как МВФ, различные структуры ООН. У нас их представляют в стране и расшифровывают для наших министров, для наших чиновников консалтинговые фирмы. Вот я вам сейчас дам бумажку, здесь перечислены консалтинговые фирмы, которые расшифровывают, то есть это Прайс, Вутерхаус, Купер, Оливер Вайман, США все, КПМГ, Швейцария, Делойтуш. Это прописано в законах, и это важно, не что я считаю, важно, что так считает Верховный суд. Вы из Донецка приехали? В частности, Лебедев, нет, я местный. Он местный. Скажите, пожалуйста, тогда вот такой вопрос. То есть вы считаете, что это все прозападные силы, а внутри России нет врагов? Ни чиновники, которые воруют, ни сам Путин лично? Это воровская система была создана в 1991 году. То есть если вы, к примеру, перестанете мелкими отрезками, а крупными, то кто такие махараджи были в Индии? Индия была оккупирована однозначно Англией. Махараджи грабили местное население и уезжали в Лондон. В Лондоне были целые улицы махараджей. Вот точно так же все наши чиновники, все наши олигархи, которые проворовались здесь, криминалом занимались, они все уезжают в Лондон. В Лондоне сейчас живет порядка, вместе с семьями, 100 тысяч коррупционеров и разного рода преступников. Вы сейчас мне их описываете. Да. А почему за 18 лет эта нынешняя власть, которая была в 2000-х годах, в 1999-м, в 2018-м году ничего толком с этим не сделала? Потому что враг силен, а население наше слишком пассивно, инертно, не хочет разбираться. В частности, к примеру, Болгария 500 лет освобождалась от Ига Османского. Но мы сейчас 25 лет, больше даже, с 91-го года. Ждем, ждем, пока население проснется и как единое целое, как монолит, как бы встанет за суверенитет, за то, чтобы сами собой управлять. То есть скинет с себя вот эта вот объектность и станет субъектом международного права, международной экономики. Все. Я вас понял. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо.